Станция Чеховская, уважаемых и пассажирам. Так, друзья, Сережа прибыл на станцию спортивную, понятно, по этому стадиону, я думаю. И здесь, конечно же, мои квартиры в том доме. Так что пойдем посмотрим. Вот этот дом, смотрите, облагораживают. Но, сука, вот этот дом, а не мой. И парк. Путин с Бегловым встречались, собирались тут строить парк. Огромный, красивый, как зарядье в Москве. До Петроградки кешком можно дойти было бы. Но, естественно, ничего не строится. Так, друзья, ну что, дядя Сережа пришел к своей квартире, но он забыл ключ. Так что моя прогулка была просто так. Ну ладно, ничего страшного, завтра приеду вам и все-то сниму. Для вас это будет буквально пара секунд, а для меня это целый день. Еще и, ну да то сделал хоть шагов нормально. Day 2 Здорово! Это Санкт-Петербург, красота. Но перед этим надо поменять вот этот наушник, потому что он начал скрипеть. И это меня раздражает. Рука! Наушник забран, я решил прогуляться немножечко до Адмиралтейской, посмотреть райончик, в котором мы жили раньше, ну и вспомнить, так скажем, прошлое. Жарище, не знаю, 30 градусов в Санкт-Петербурге, душно, жарко, потеешь, воняешь, как обычно. Ну вот и настал второй день, друзья, я уже на велосипеде сюда доехал, потому что купил велосипед, об этом я снял ролик. Вот она наша квартира, и давайте я вам покажу, что тут у нас изменилось. Ничего. Так, ну вот, в принципе, вот этот коридор у нас, как мы помним, стены тоже у нас были, кто из последних роликов. Здесь у нас что появилось? Вот это кабинет, который планируется взять Сереже, вот это кресло Димы Ишанькины, Ксюша Ишанькина, которое мне подарили, чуть-чуть запылилось, надо его тут закрыть. Ой, оно такое раритетное. Будет прикольно смотреться с видом на всякий вот такой вот кирпич, надо его так облагородить. Вот эта комната у нас получается. Здесь барахло всякое лежит, которое мы перевезли, тут его много, чемоданы. Всякий кондиционер, куча чемоданов, коробки. Это радиаторы, которые я купил перед отлетом, когда уже летел на Бали. И сколько-то, семь или пять радиаторов у меня должно быть итальянских, за какие-то бешеные бабки я их купил, когда бабки были. Так, это получается, где вещи, где барахло наш лежало, это первая спальня, гостевая. Вот это наша спальня должна быть большая, так скажем, мастер, мастер спальни. Вот, здесь тоже всякое барахло, это все надо будет подубрать. И вот здесь вот гардеробная у нас должна была быть. Также здесь у нас прокинули всю электрику. Когда я уезжал, подшаманили вот здесь, что-то зашили. Вот эту стену зашили. Она стала такая посимпатичнее. Вот. И, собственно, вот эта кухня-гостиная наша. Сейчас я о ней расскажу. Получается, у нас вот эти косяки, или как они называются, они еще не покрашены, они не до конца зашкурены, зачищены. Но, в принципе, вот такой вот сделан белый, красивый. Дальше, что у нас интересного? Поставили окна. Ребятки, поставили окна. Окна Рихау. Хомба. Вот. Окна у меня, получается, темные, черные, но они в пленке. Такое. У меня, получается, вот здесь четыре окна, да? Больших четыре окна. Вот таких красивых. И окошечко у нас вот тут еще маленькое сделано. Это у нас туалет. Должен быть вот здесь, не здесь стиралка, здесь туалет. Здесь душ должен быть. Вот здесь ванна. Здесь какие-то места. То есть, вот здесь должен быть большой такой санузел, который мы потихоньку будем ковырять, делать. А вот это у нас второй выход, кто помнит. И выход на черную сторону. Черную улицу. Вот здесь у нас нам нужно сделать будет электрику. Сюда бабахнуть щит электрикой. И подрубить всю электрику. Ну вот, друзья, вот такой вау-эффект, типа, что было у нас, как вы помните, особо нет. Кто смотрел ролики, мало чего сильно прямо изменилось. Конечно, изменились у нас вот эти окна, сделаны практически. Потом у нас прокинута провода. Осталось да бабахчит. Потом у нас зашиты какие-то стены. Тут надо будет доделать. И сейчас задача какая. Сейчас дядя Сережа хочет с Виталиком договориться, чтобы сделать за месяц, может быть, чуть больше, вот эту зону и сюда заехать. И здесь жить. И, в принципе, сделать ее достаточно дешево. То есть, я думаю, планирую выпустить, может быть, пять роликов. Может быть, не знаю, как пойдет. Если будет совсем очень плохо, то три ролика, в которых я буду вкладывать там по сто тысяч рублей. И будем смотреть, что можно будет за это сделать. В идеале, в идеале это было бы пять роликов, чтобы было потрачено 500 тысяч рублей. И сделана у нас ванна, кинут линолеум, что-то так, какой-то свет более-менее. И, может быть, такому-то немного тоже облагородить ее. И все. И можно заезжать, пока можно не париться. А также надо подключить радиатор, пока у нас нет отопления и не надо вырубать. Вот. И чтобы можно было жить. Особо не париться, не снимать уже ничего, а уже как бы заехать, жить. А потом, если все хорошо, уехать на Бали, если все очень хорошо, то уехать на Бали. И еще удаленно делать какой-то ремонт. То есть, вот такой вот примерный план. Следующие ролики про квартиру. Мы уже встретимся с Виталиком. Он расскажет, я думаю, может быть, более подробно, что здесь делали. И что мы сейчас собираемся делать. И я буду в процессе это все снимать. О, солнышко вышло. И дядя Тережа отправляется обратно в квартиру, которую он снял на проспекте Славы. В ЖК Софии. Хороший райончик. Облагородили его. Парк справа, парк слева. Красиво. Мне, на самом деле, там нравится. Вот. Ну и что, надо крутить педаль. 45 минут мне до туда ехать. Либо, наверное, даже 50 минут я не сразу включил часы. Либо можно доехать за 30-40 минут на метро. Так, друзья, ну на этом и все. Если вам интересно про ремонт, вы пишите, спрашивайте, что вам именно интересно. Может, про электро, про окна подробнее рассказать. Либо еще что-то. Так что спешите, не стесняйтесь. Дядя Сережа уже на ногах не может стоять. Потому что давненько не катался на велосипеде. Что-то подзабились они. Сейчас подкреплюсь и поеду домой. Все, друзья. Всем пока. Для Сережа. Мускулы. Хорошего вам настроения. Плевое цены, Вань. Хорошего вам настроения. Продолжение следует...